Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас сниму коротенький видеоролик, чтобы не тратить много вашего времени, и покажу, какая первая помидорка у меня поспела. Пока я высаживала в открытый грунт свои полторы тысячи томатов и 300 перцев, вы понимаете, это очень долго, за это время у меня уже начали созревать первые томаты в теплице. Первый созрел вечный зов. Это новый сорт для меня. Я зимой делала видеообзор, пачку показывала и рассказывала, почему я выбрала именно этот сорт для получения крупного урожая. Ой, первого урожая. Вот сейчас он дозреет до конца, первая кисть. Я вам покажу и все расскажу подробно об этом сорте. Но, как оказалось, я в нем не ошиблась. Хорошо, что я его посеяла в первую очередь. Я сразу поняла, что он, скорее всего, поспеет одним из первым. Вот он начал зреть. Это вечный зов. Плоды не мелкие, такие, ну как, среднего размера. И многие у меня спрашивают, почему я всегда говорила, что Настенька и Демидов у меня спеют в первую очередь, а нынче не так. Но дело в том, что в этом году я ввела свой, ну как, на своем участке посадила очень много новых сортов, чтобы испытать, могут ли они тоже вызревать в такие ранние сроки. И для этих сортов, для как полноты эффекта, я создавала условия более комфортные. То есть, если те Настенька и Демидов, я знаю, что они могут дать урожай рано, они у меня томились долго в лотке, а эти я рассаживала в отдельные стаканчики, даже там еще распекировала в более такую объемную емкость, чтобы узнать, если за ними ухаживать хорошо, поспеют ли они рано. Ну вот результат налицо. Июнь, сибирский регион, у меня уже спеют томаты. Конечно, в теплице, но все равно это хороший результат. Так что, если ухаживать нормально за вечным зовом, то он может дать нам первые спелые плоды в теплице, даже в Сибири, в июне. И вот был комментарий, после того, как я выложила видео, не жалейте цветы, обрезайте, Юлия Голубкина написала, для кого вы говорите, ни у кого еще нет там, хоть бы три кисти выросло, вы говорите, обрезайте там седьмую, восьмую, бесполезное видео. Но я рада, что вы оценили так мой труд, спасибо за бесполезное видео. Но если оно вам бесполезно, вы почему такие интересные, то другим может быть полезно. Многие пишут, что хорошо, что вы написали, а то у меня тоже все в цвету, и не знала, что делать, обрезать, не обрезать. Многим это видео пригодилось. А еще, Юля, вы написали, что не у всех есть такие условия, как у вас. Какие вы увидели у меня условия, какие-то, как сказать, привилегированные в сибирском регионе? То, что у меня стоит теплица, сейчас теплица почти есть у всех. И никаких у меня особых условий нет. То, что я высаживала их, когда здесь был еще холод, и то, что бегала, ухаживала за ними. И у нас был потом и снег, и град, и все на свете. Но если это вы считаете хорошими условиями, я не знаю, вы, наверное, на полярном севере где-то живете, если в сибирском регионе, для вас считаются комфортные условия. Вообще никогда нельзя с таким настроем выходить в огород или подходить к растениям. Вы уже заранее пишете, да ничего не вырастет, они уже болеют, да хоть бы три кисти. Нельзя с таким, как негативными, с такими позывами вообще выращивать растения. Действительно, они тогда у вас не вырастут. Нужно всегда думать о них. Даже, может быть, лучше, чем на самом деле. Надо всегда верить, что вырастут они и три кисти, и четыре, и пять, и в Сибири, и в других холодных районах. Все желаю всем хорошего урожая. Никогда не говорите, ничего у нас не вырастет. Все у нас вырастет, все будет хорошо. Несмотря на то, что погода нас не очень балует. Сначала было сильно холодно, теперь сильно жарко. Но помидорки растут своей жизнью, живут своей жизнью, спеют, радуют хозяйку. Желаю вам тоже поскорее увидеть, кто еще не видел нынче в этом году, первую красную помидорку.